всем привет привет с вами канал артмания и как я бы обещала история про крысиков крыс крысы крысы крысу нее у меня было достаточно ну и сказать что много но были крысы и на сегодня вам расскажу историю как я вообще ее купила эту крысу то есть ну как бы никогда не хотела особо животных у меня был кот с самого детства там мама мне его подарила на мое десятилетие то есть у меня был кот мне было его достаточно и в какой-то момент я стала на улице часто замечать девушку которая на плече все время кто-то сидит какая-то маленькая мышка вроде как серенькая такая мышка ведь какой-то момент мне когда показалось что это очень круто выглядеть что это так необычно когда ты идешь как-то по улицам идешь не одна у тебя кто-то еще есть маленький такой аккуратненький вот тут вот сидит он тоже как будто не одна идешь вся тут есть какой-то маленький как подружка какая-то маленькая вот что-то такое вот это интересно вот я стал какой-то момент прям очень часто видеть на улице ну да у нее по-моему мышка была маленькая там сидела серенькая не крыса вот я поняла что я хочу тоже мышку думаю блин я буду с ней гулять заниматься кормить ее такой маленький зверек который много места не займет с которым может будет играть выйти на улицу посадить в карман что такое небольшая собака там который много ест там занимает место в квартире там может быть то есть но больше внимания там требует а маленький зверек который клетку можно поставить куда угодно в шкафчик как в открытый шкафчик даже убрать можно там как-то повыше от кота поставить вот чтобы он там не поймал ее кот был рыжий он ловил конечно на улице на даче таких я часто видела мышей как бы нормально к ним относилась я пошла накопила денежку какую-то определенную сумму но и до этого уже находила зоомагазин смотрела почем там какую цену вообще стоит клетка почем там мышки какие есть какие окрасы там значит все какой-то момент я все-таки решила и пошла пришла говорю дайте мне пожалуйста клетку что-то корм там туда-сюда там чашки и туда говорю мне мышку пожалуйста вот женщина говорит ну зачем вам мышка она глупая она убежит у вас давайте крысу я такая ой говорю крысу блин ну как-то крысу это они умные их можно дрессировать они побольше чуть-чуть вырастают она у вас не убежит она будет с вами там вроде хороший питомец там все ну не знаю у них как раз было так получилось что принесли крыса видимо вернули и он уже был старый вот вот у нас есть крыс мальчик вот он молодой там ему там якобы всего лишь там что-то три месяца что ли ну не знаю даже говорю ну давайте купили маленькая такая средненькая кредка там без второго этажа такая обычненькая туда значит крысу мне посадили поилки там все такое вот корм все пришла домой даже было сначала дико страшно а вдруг он меня укусит думаю блин когда я мечтала о мышке я что-то не думала как я буду ее брать в руки а как я буду держать а как вообще чего ну а тут еще не мышка а крыса причем такой он уже большой был он уже был взрослый ему наверное года два наверное так точно уже было полтора два точно было ну там все смотрел смотрела открыла клетку начала его пальчиком ткнула а он сидит там умывается такой не замечает меня но потом с ним так подружились родители конечно мои были категорически против куда хочешь дивай но потом вроде пришли домой так на него посмотрели вроде ничего особенного там крыска и крыска такой такой серенького окраса там с беленьким такие симпатяшки вроде там ну ладно будешь ухаживать сама мол и все вот ну так вот он у меня остался назвала я мальчик крыс мусей не знаю почему мусей его назвала вот что другого имени я не придумала коту феликсу конечно было интересно посмотреть он все время нюхал смотрел но нет не охотился даже когда ну когда мусю я выпускала ну крысу выпускал гулять на кровать то есть феликса я закрывал закрывалась в комнате его нет не давала зайти ему обычно он спал в этом в это время вот а крысу он бегал 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 но мальчики они поспокойнее он просто ложился спать и спал где-нибудь там под подушкой у меня и засыпал а потом просто начинаешь его искать а где он там ландом хоть кровать не двухспальная найдешь быстро вот начинаешь его искать найдешь батюшки откроешь подушка он там дрыхнет спит так клубочком свернулся но и прям сонные такие мальчики они все оказывается такие вот вроде бы как может потому что уже старенький пол он у меня прожил меньше года наверно где-то меньше года я его купила летом да да его купила летом а умер он у меня даже зимой полгода наверно он прожил где-то ну ему наверно уже было два с чем-то года полгода прожил у него появилась на шеи шишка какая-то я пошла туда сначала начала искать где сделать операцию но тогда это было очень очень уже давно это больше десяти лет назад было клиник было очень мало то есть ветеринаров было ветеринарных клиник клиник мало было сложно было вообще что-то найти которую найти вернее врача который возьмется за эту операцию было очень сложно я очень много обзванивала спрашивала сказали что нет мы делать не будем смысла нет потому что очень сложно дать крысе правильный наркоз чтобы она потом проснулась бы то вы просто деньги зря потратите вот потом она пошла туда где его купила мне сказали что ничего страшного подождите вроде там гной какой-то собрался он сам выйдет вот ну я подумала ну ладно наверное действительно сам выйдет тогда и интернета у меня особо не было и как бы информацию найти было негде там как-то все это было очень сложно и через какое-то время то есть он просто умер вечером еще я помню он хорошо покушал причем он так прям очень хорошо ел не мог прям насытиться как будто знал уже попросился на руки мне ко мне я думаю странно что-то так как будто прощается вот потом он лег спать и во сне вот он умер конечно было тяжело первое причем крыс и про за полгода то есть я к нему уже привыкла вот и так случилось странно как бы странно конечно да больно шок но я для себя поняла что в этом зоомагазине я больше никогда никого покупать не буду потому что этот зоомагазин находится в подвале во-первых во-вторых там постоянно затопляет в третьих там ходит кошка которая гуляет который всех там потом обнюхивает и может какую-то заразу принести вот то есть там заразы полно и там потом я уже узнала отзывы что там кто покупает крыс они постоянно потом болеют и мало живут вот я поняла что я там больше ничего не буду никогда покупать вот зоотопы я сама лично видела они там галошек даже ходят как будто начинается весна весной что-ли затапливает вот то есть так вот такой ну такой знаете он магазине то что там заходишь магазин там красиво да кафель там плитка белые обои все он нет там какой-то там пол сам обыкновенный как был там в подвале пол цементный вот там такой цементный пол и остался там стены какие-то там то есть ну такое ужасном состоянии магазинчик такой не очень вот и конечно я плакала мне была нужна срочно крыса потому что привыкаешь то что по ночам просыпаешься то не от того что а просто по ночам слышишь что кто-то грызет клетку и к этому звуку привыкаешь просто спишь и получилось так что я начинала засыпать только от того когда он начинал грызть клетку вот то есть я от этого звука засыпала и как бы его не стало и я приняла то что я не могу уснуть что я сплю плохо потому что я пытаюсь прислушаться ночью во сне когда же начнет клетку грызть когда же это начнется там вот после него потом ну а ну как раз да зима была я как-то не думал может я отойду может я уже больше не буду завозить раз они так мало живут вот ну к весне нет мне надо как весна наступила мне нужна срочно крыса так и мы купил то наверно на птичке да наверно вот она как раз люси люси да девочка у меня была почти такого же окраса тот мальчик был серенького а это такая же только черненькая то есть у нее головка черненькая лапки немножко так черненькие спинка там по бокам вернее пузико беленькая а там по позвоночнику идет черненькая полосочка такая непонятненькая вот то есть вот она девочка у меня ну там парень открыл клетку там куча этих крыс он кого поймал того поймал ого девочка вам же девочку надо то все дать собирать вот и все то есть она прям вот хорошая девочка была такая все она у меня долго пожила она у меня почти три года она она три с половиной года прожила она очень долго жила и я кормила очень хорошо то есть и овощи и фрукты а чё там мышка крыска она мало же ест чё там больно то вот то есть прямо в питание у нее было просто шикарное и ей уже стало плохо от того что я купила таблетки для крыс витамины была зима как раз и я почему-то я так подумала что наверное надо ей дать витамины и наверное ей не хватает их не знаю почему я так подумала и буквально недели две как мы пили эти таблетки и она слегла то есть она перестала ходить она просто лежала и мама сказала что у нее инсульт скорее всего вот то есть она передвигалась на пузе вот так же я продолжала кормить думаю может быть это перестали пить таблетки эти я даже сходила по моему магазин наорал там как следует на этого продавца вот то что из-за ваших таблеток я крысу свою теряю потому что все было хорошо вроде таблетки то это должны были нормальные вот там немножко удивились конечно говорит у вас вообще покупал таблетки кто-нибудь говорит нет еще никто не покупал я думаю блин вот зерна у меня черт таблетками это там для крыс были специальные же вроде как нормально должно было быть все вот перестала таблетками этим поить потом не становилось лучше через какое-то время она начала снова ходить на буквально дня три она снова походила и слегла и уже все она лежала вот но я ее три раза в день вытаскивала из клетки чтобы покормить ну и тогда это вытаскивал то есть играл там с ней все вот я помню как я сажал на коленочку кола постилку маленькую там тряпочку клала ее на коленочку там была такая металлическая тарелочка ее клала туда кашку то есть каждый день я делал ей маленькую там свежую кашку варил там или чё-то там как-то эту кашку там нагинала и она ее там слизывал то есть прям ухаживала за ней конечно за крысы который там может не знаю что у нее там был конкретный инсульт наверное ухаживать проще она легкая если за человеком тяжелее там надо его поднять помыть там это за крысы было проще гораздо она так вот несколько месяцев у меня прожила а кто потом друзья узнали что ей плохо стало мне предлагали ее усыпить я говорю нет вот сколько она сама проживет столько она проживет любую то она лежать целый год значит целый год нет я не понесу я не смогу вот и все вот она потом ближе к весне что ли лету ближе она вот это умерла как раз получалось так то что мы встречались как раз с женькой в это время с моим мужем и я ему подарила крысу тоже ну чтобы у него была тоже крыса вроде как он был там не против вот ну него такая была окраса серенькая такая ну как окрас помойной крысы то есть такая вот как раз я ее купила в том же самом магазине не знаю почему я ее там купила я хотел какую-то такую крысу для мальчика ну для мужчины какая может ему подойти ну купила такую она уже хотя нет она была по моему маленькая не совсем маленькая но она молоденькая была крыска по моему да подарила ему крысу вот и как раз мы подумали как раз моя крыса умерла и подумать что же что нужно нам жить вместе уже чем мы живем отдельно нам друг без друга уже плохо и я переехала к нему мы пошли на рынок на птичку я купила крысу но серенькую просто какая-то такая нежно-серого цвета а единственное я помню там женщина продавала там вот эту крыску еще было две крыски у нее в аквариуме я сказала вы берите берите крыска хорошая не кусается я такая думаю странно они вообще не кусаются думаю сколько у меня уже там было ни разу не было чтоб не кусалась ну странно ну ладно ну ладно я взяла все мы там играли и дрессировала все то все было супер и в какой-то момент то есть я до этого открывала клетку она ко мне бежала сразу ну как они любят на руки принципе они все так а потом какой-то момент я поняла что открываю клетку и она боится она забивается в угол не дает взять себя в руки то есть все было хорошо а тут что произошло непонятно причем они то есть две крысы было да они жили в разных клетках неподалеку друг от друга то есть не близко они стояли гуляли они то есть не вместе тоже также в разные как бы часы в разное время то есть они не общались эти две крысы особо там то есть непонятно что произошло в какой-то момент ну может быть это было конечно шло потихоньку потихоньку к этому я поняла что скорее всего она дикая какая-то эта крыса не знаю даже что произошло и все так она остаток жизни свой там оставшиеся года полтора она что-ли вот так вот жила она вообще не давала себя взять на руки то есть мне надо помыть клетку я ее беру а она просто кусается царапается просто вот не дает себя взять и это было просто сложно ей было сложно помыть клетку это было просто ужас то есть и усыплять я даже об этом не думала вот то есть ее кому-то отдавать я тоже то есть я взяла все я ее воспитываю но она не давалась ни на прогулку там вообще взять было нереально и я помню как надо помыть клетку и думаешь как помыть клетку где сидит дикая крыса которая просто тебя там твою руку там покусает не знаю почему она так такой стала я думаю дикая скорее всего еще и женщина то сказала мол не кусается я после этого подумала если мне кто-нибудь там продавец скажет покупайте крысу хорошая не кусается я думаю я сразу развернусь и уйду значит она кусается скорее всего значит она какая-то дикая не знаю может там помесь была с какой-то с дикой не знаю короче почему я помню как я надо мне помыть я клетку значит отсоединяю такая вот там так где моя рука снизу отсоединяю эту клетку значит засовываю руку пока она отвернулась туда на так тихонько открою потом она отворачиваю руку туда засовываю аккуратно не так сверху беру вместе с этой клеткой переношу там на пол отпускаю ее убираю быстренько клетку эту руку закрываю и все она там дальше сидит помыла клетку там ее не все поменяла постилку обратно так же не знаю это было жесть просто сколько я не пыталась ее брала на руки она кусается и просто было бесполезно был просто кошмар то есть у вас есть крыса живет дома да живет в клетке но вы не можете с ней общаться ни в какой она просто боится не знаю почему вот и потом я поняла то что мне нужна крыса срочно нужна то есть та-то женькина крыса мне нужна моя крыса с которой я могу пойти на улицу погулять с которой я посажу на плечо и она будет сидеть спокойно я буду знать что меня там не загрызет за это время пока я иду гуляю с ней вот и тогда вот она появилась у меня другая мы поехали с женькой на птичку и купили люси вторую то есть точно такого же окраса как была люська вот купили еще одну клетку вот там и все начали уже с ней гулять но также у всех я мыла то есть уже три крысы было вот всех мыла клетки все вот а потом то серенькая даже не как же ее звали вот женькину звали марфа он ее марфа назвал это люси вторая вот была у меня звали я а то даже не помню вот честно не помню у нее тоже потом появилась шишка шишечка такая тоже и мы с двумя или с тремя со всеми тремя крысами мы приехали по-моему со всеми тремя да на дачу в область на электричке мы ехали с крысами с клетками со всем своим богатством вот ну и свекров увидела то что с крысой что-то не так говорит да вам это отведем к моей знакомой она ветеринар она посмотрит ну и там короче и усыпили ну я думаю ну ладно может быть так надо может быть так лучше мы ее там в поле похоронили вот я думаю конечно мне будет попроще немножко с двумя крысами там две разные клетки это конечно все очень сложно вот пока не мере у меня осталась другая крыса и как бы одной крысы мне достаточно так сколько мы там уже наболтали-то 22 минуты ооо это длинная история то есть но все-таки когда клетки две три четыре пять там вот много клеток с крысами это все сложнее одну по моему вторую это время затягивается одна клетка где живет одна крыса достаточно когда живут там две крысы в одной клетке не знаю много случаев читала что они ссорятся там пищат по ночам ругаются там поцарапанные бывают то есть ну знакомить их это слишком сложно то есть вот так вот 2 люси я не помню уже от чего умерла че же у них а у нее из носика кровь по моему текла да 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 что то красненькое текло текло и потом она в какой-то момент умерла по моему да по моему так а марфа у нее из влагалища то есть из писки красное тоже текло как месячные как будто вот тоже что-то долго по моему даже что-то лекарство какое-то уже появилось к тому времени что-то покупали по-моему Женька что-то даже давал но у нее тоже долгое время какие-то кровавые выделения были не знаю че там такое было вот в какой-то момент она тоже зимой как раз да умерла то есть вот так вот было и потом вот после этого мы что-то уже подумали что больше не будем заводить и как раз так получалось то что летом мы часто ездили на море то есть крысу оставлять было не с кем вот то есть так вот такая вот была история на не буду вас затягивать не знаю посмотрят и кто-нибудь до самого конца или нет всем спасибо за просмотр с вами был канал арт-мания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии свои отзывы стоит мне заводить крысу или не стоит как считаете вы вот ставьте обязательно лайки и всем пока пока